сейчас еще это очень быстро и очень важно почему потому что многие имеют невероятного качества плоды я таких знал десяток возможно та дама которая вы сказали это я уже обращаюсь шамилю который саврополя а та дама на нее сосался что это ее оказывается абрикоса вот это вот и тогда значит это еще один пример если это все правда то есть в италии такие есть но где она италия и вот тогда я подумал так значит мне нужно раскрыть еще одну тему это очень-очень важно я обязан про это рассказать вы видели несколько фильмов последние два в присутствии георгий сады савилич поздравьте ее кандидатом наук вот только что боюсь что наука этого не заметит что она не просто кандидат наук у нас их тысячи что это особый кандидат наук но к сожалению надо не менять тему и так я и показывал и вам показываю что случилось в этом году и почему я на этом делал акцент а подвел меня кто к этому подвел меня Эдуард что там было написано а что еще будет осенью а осенью будет косточки химер и слова химера когда прошли впервые химеру фаины начал продавать косточки да а людям то ничего не объяснял классическая химера лев с головой человека или человек с головой льва а в садоводстве тоже есть химера так вот учеба есть учеба я вас выхожу на новый уровень почему самую на новый уровень так и вас еще выведу почему потому что если вы сейчас поговорите с учеными единственная реакция ученого была которая бы не со мной спорил а самим латинкова латинкова это гений латинков это гений скромный советский гений почему скромный потому что так он и не пригодился науки и сейчас у него химеры растут а знаете от кого от химеры получил лет ну догадайтесь что пожалуйста ну догадайтесь ну догадайтесь от кого он получил химеры и какие результаты получил это целая история этот красоты необыкновенная история есть фотографии и все а все началось с того что это припечатал один ученый муж и сказал у вас железо химеры это звучало так что у вас всякая херня химера и херня подходит это не слова эти синонимы у вас херня химеры можно было догадаться а все начиналось с чего и кончилось чем значит давайте так я не буду сейчас это классическое определение подпишусь под каждым словом трансплант химеры ненастоящий гибрид да не настоящий и дерево мне не настоящий а смесь клеток каждый из генотипов одно из своих родителей это химера и наконец приговор теперь к нему относится не одобрительно поняли а я почему хочу исправить сейчас я объясняю иногда нам помогает сама природа ребята я разговаривался но больше ни от кого никогда не только в россии на всей планете миллионы ученых миллионы садоводов никто кроме меня этого не скажете раз как почему ниже будет моя так называемая формулировки специальной формулировки на уровне закона природы и так и так значит вместо химеры это граница где подвое сливается с приводом для меня главное это чуть чуть ниже прививки то есть это должен быть дикой так это раз теперь прошла страшная зима месяц два от 30 35 25 30 вы знаете если взять сумме а вы знаете средне зимние температуры у нас сибири средне зимние это три месяца зимних всего лишь намного холоднее чем в европе но всего лишь 16 18-19 градусов сегодня все это в среднем но она не исключает иногда когда 50 садов садов нет и вот наступил такой момент 40 градусов зим не было последняя зима мне было так вот так случилось что 40 не было зато было длинные длинные морозы сказать по 40 30 35 25 35 25 очень страшно было и удар нанесен был весной примерно 25 мая на когда начинали на бухте начинали распускаться эти самые цветочки на абрикосов и вот тут впервые химеры себя показали а химеры у меня настоящие кто фильмы видел пусть вот если кто мне смотрит половина видела половина нет но те кто видели подтвердите я показывал где прививка как прививка показывал какие уже плоды ну пусть зеленые еще плохо видно но видно что на нескольких деревьях получился обильный урожай все оказались химерами рядом стоят просто подвой привой подвой привой урожая нет или пол ведерка или премьер самая жменька вот так это была страшная зима когда ударила этот самый химеры не заметили теперь все такое химера подвой дальше идет привой это самая ветка пошла чуть ниже почти на уровне хирургического свады чуть ниже напиталась культурными плодами и тем не менее культурными не замерзли и плоды есть то есть химера оказалось что по двое дал народно стойкость привой дал качество пусть него такие вот получились эти самые фаины там эти вот еще несколько сортов но все-таки культурно и я пройдет месяц жара дикая примерно через месяц я буду подводить каждому из этих деревьев у меня есть одно свойство в отличие от тех кто научил подошел завечил дерево держит руках саженец полтора метра снизу на высоту по 7 метра отрезал вот так на наших глазах все ветки даже не замазал как он подровнял корни то оставил верхушку нетронутую и сказал вот теперь садите а показать через месяц через два через год через два что получилось всего этого самого коллеги никогда ну хоть бы один раз что я вот вам показал как саленцы и посмотрите у меня каждый год одно и то же в день как говорят надоело каждый год но зато каждый год мы отслеживаем историю садоводства сибирского и все то есть химерами заканчивая разговор однажды гражданин лотинку царство небесное сказал константинович то что у тебя саду растет это единственный экземпляр больше их нет ни когда всей планете будь добр пришли начинки я сохраню эти свойства вот так вот и тогда у нас получается родители химер у нас теперь двое один родил другой сохранил царство небесное тебе если бы ты сейчас жив был совершенно случайная смерть ошибка то ли врачебная то ли не знаю как обидно сейчас мы с тобой ходили по моему саду и по-твоему я два раза был селябинский с таким познакомился гигантом и так с химером разобрались надеюсь всем понятно вот ну и это конец той самой этой справки разложение только клонирование правильно почему стоит только это взять с него плот посадите уже уже все а тут так и написано когда мои родители это касается не только химер пусть по устойчивые сорта их все равно они нет но пойдет посадил косточки от этого ничего и рад вот 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 антоновки получил дички ну что еще надо вот что получается а это да и ведь что интересно первое в жизни я не спорю с чеком который надо что-то изученных же да вот это вот это же для википедии составила для википедии кто-то изучены первые я в двумя руками за все верно то что получается разложение клонированием значит берем и прививаем снова и вместо того чтобы показывать пальцем вот латинков склонировал мои прививка это клонирование одно и то же и дальше надо продолжать а теперь возвращаемся косточкам получит эдуард от меня уже получит уже посылки сколько там на 8000 считаю что 200 300 памяти нет ну но поделите 8000 на 15 еще добавьте немножко вы тогда получите сколько и высоко и осенью после этого заказывать а знаете почему интересно а не знаем мы ничего нет вот берите взяли вы косточку от химеры вот уже съели плод и понюхали и лизнули вот тут это самое пошептали экстрасенсу отнесли вот битву экстрасенсов что сделать никто не знает в этом все смысл жизни понимаете в этом смысл жизни не увидите то что ты за это самое тебе обещал обещают его помните эти фотографии размер яблок с этого с футбольным мячом помните на фотографии а здесь ну скажите что не интересно так значит вот эта фотография я к сожалению меня спасло только то что у нас стране появился интернет и сейчас здание продаются по интернету в основном к сожалению броня в старом больше чем истинных зданий вот это вот можете посмотреть имею право давайте последний на этот сад сплошные абрикосы видели на этих фотоаппаратах тогда не видно куда делать фотографии она ниже попала вот видите сплошные абрикосы то есть я имею право что учить людей это не просто это была серия учебных фильмов потом их разрезали на пятиминутные сюжеты показывали два года с весны до осени четырьмя повторами и того получилось сколько раз около 600 люди видели мои пусть короткие но сюжеты исправил я положение хотя бы в одном сайногорске это ребята сайногорске нет вот при убедить невозможно было всю массу чтобы думать что тогда вечера только меня смотрели нет идем дальше почему я телевизор вспомнил сейчас поймете когда я сейчас надо же дальше исправлять положение вот тема их несколько тем это и базарные эти самые вдоль дороги везде продают сайлица на теперь это самое девяносто процентов девяносто восемь это сами знаете откуда силы и еще очень важный момент почему нужно было бы я сегодня включил опять интересно вот есть у нас телеканал усадьба я залез в река не рекламу а залез в интернет что это за телеканал окажутся ведущие тут это миллионы любители смотрите вот и они полностью деградировали сто процентов если раньше хоть что-то было копает после сайта я заполняете десяткам этих все что это не надо садят углублением никакого понятия как подготовить саженец вот еще посреди лета с листьями а саженец настолько дерьмовый листья то видно что они крупные все на их посидят то есть это дерево в зиму поси не пережила его вбезут на студию показать вам как это садить вот это но это не все я сегодня уже не выдержал и написала вот эти фразы это как это называется узелок на память уже каждый день а это купить это 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 и у вас вот это вот это вот я смотрю и десяток флаконов я уже не раз говорил обучался уже речь шла о том что допустим если среди нас бы нашелся человек который бы они они же в интернете вещи эти ролики взять одну даму я хотел сфотографировать с экрана но потом решил не буду позорить тем более она нас не увидел нас никогда не видит и не знает потому что она другого мира это когда она это взглядел на основании штампа у нее там столько воды было весной а сказала мыши съели ну то есть уровень не наш и вот она рекламирует каждый день я да эти самые антиксициды все еще все 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 эти краски для побелки все 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 чтобы уничтожить дерево тихий ужас последний уже было начали вот такой флакон пяти литров знаете показывает на конца потом бах это трансовое это ужас и знаете что она сказала вот тут уже не выдержал до конца говорю надо разбираться с ними надо она говорит профилактические опрышки надо проводить каждую неделю я как схватился за голову представьте себе не такой сад как допустим это водорода пусть в 10 раз меньше пусть 10 соток на 10 соток обычно растет где-то порядка 50 100 деревьев и зато я так пока 50 студия каждую неделю их профилактическое происходит это значит что эти штуки которая дает для опрыскивания все продает я такими карте все 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 после всех этих опрыскиваний у неё каждая яблочко каждый уж каждая не сказал килограмм каждый будет стоить тысячи рублей это я гарантирую почему потому что и будет мало а почему и будет мало это за это время она же как говорит сюда вы нальете 5 литров разбавленного яду а в тот она сказал по моему сколько там 30 20 30 ведро или два и если у вас даже 50 100 деревьев вы полностью за одно лето профилактического отравить и все всю почву все деревья а кто вам сказал что когда деревья прыскают только умирает одна тля кстати эти сыгребы не умирает она просто этого не дать от я умирает дерево умирает понять него но есть же существует определенные условия которых растут деревья какие хрень яды как это за полгода сколько этих недель будет если в году 50 сколько в году этих слов если брать 48 50 ну значит у нее где-то за полгода будет 23 25 этих самых опрескиваний она же все уничтожен она об этом думает а я надо продать 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 она она может себя утешить да какой дурак будет каждую неделю опрыски но это же что такое ведь она же тоже чего-то кончала а кто ее учил а как сейчас учат высказался вот это вот фотография подвернулась случайно значит здесь есть она же здесь стоит сергей железов мама его стоит и ребяток на руках так я забыл кто по моему скорее всего это валерия лера моя дочка но это такая фотография а это сфотографировал я и отошел на мою горе в сторонку чего мы тут стояли что делать здесь вот этот телевизионный вот эта камера они ждали губернатора хакасии царства небесного зимина вот тогда он был живой здоровый нам сказали вы же железо будьте добры приготовьте а это праздник ну там эти дети пели тут же рядом мед продавали на других фотографиях видно а это как бы вершина вы скажите сергей подвел он тоже не дурак посмотрите как я какой размера яблоки так самое интересное что они так как раз такого размера есть эти которые вот такие продают куда фотографии вот такие а это правда есть вот и в банках и королевские абрикосы видели еле банку влезли и через все настоящее вот сливы одну после ну что на тот момент вы знаете у нас есть беда в этот момент абрикоса уже нет поэтому банках это уже сентябрь и в сентябре к нам едут к нему покупатели и каждого надо угостить а вы думаете сад огромный сад огромный двадцать две тысячи деревьев взрослых у меня сожгли к чертовой мать именно сожгли не сгорело сожгли а то что в саду в дачном ну что в дачном саду ну что ну сами понимаете но абрикосов много где потому что увлекался именно абрикосами ну груш там 20-30 деревьев ну яблони там после того пожара на острове дай бог если полтора десятка яблони на хуторе на этом участке и все ну скажите подвел и ждем мы зимина только я отошел меня отозвали возвращаясь через 10 минут сергей гадзимин был похлопал его по плечу сказал молодой человек здорово я осенью или весной наверное весной приеду к вам за саженцами ну за саженцами не приехал и на это мое интересное вот на хрена вот это все ради чтобы удивить чтобы привлечь внимание привлечь внимание то значит чтобы мне дали возможность выступать не один раз когда знаете почему все это прекратилось почему несколько лет мне отказывается дать возможность выступить по деревне потому что рекламодателям мне интересно тема с удовольствием то есть считается так от мое небольшое выступление это 5-8 минут они должны что-то разрекламировать они они позовцы знают что с удовольствием больше никому не интересно завязал послушает потом пойдет реклама этих же самых то ли тяпок то ли этих пульверизаторов вот ранцевых неранцевых вот и никто ничего не купит вот так вот вот он и профилактическое опрышение какая подлость и никто никогда на все никто на всей стране никто никогда она за нашу страну вещает эта дама в телеканале усадьба что нельзя этого делать это ну в голове как можно травить каждую неделю профилактическое значит не важно здоровое дерево нездоровое больное ли вот просто лить и лить и лить а вы представляете что такое взрослый сад а вы облейте хотя бы одно дерево и вот уже ранцевый вот этот вот уже пустой поняли для чего это надо вот это вот а какие милые женщины доброе утро сегодня нужно оплатить сэржи на 200 помните месяц назад что было значит когда мне антон валяйович написал нужно оплатить да естественно сразу выслал 2000 и сегодня я выслал значит вебинара бы не было вот ну плачу бесплатные вебинары но не для вас бесплатные просто раз половину оплатили спасибо то есть половину я ты еще и половина от вас пришла давайте еще раз попробуем я причем я не настаиваю даже не обижусь если ни копейки не придет самое лучшее это 50 так что я скажу это допустим ну хотя бы 20 человек там по 100 рублей вот уже 1000 всего-то по 100 нет по 50 рублей 20 по 50 но есть еще вариант я не протянута рукой не пришлете ни копейки дальше буду проводить и так же буду платить ежемесячно но дело в другом косточки покупайте это даже лучше чем просто деньги давить теперь продолжается уничтожение вишен по всей стране как это делается они вступили в какую-то свою фазу я все время назвал две причины вот так сейчас на удочку знаете мне надо пройти кипятку подлить опять сухой вот я сейчас это не долго ну и сейчас мы переходим в серьезные темы я не знаю пригодился ли это первый час то что я говорил или нет я хотя бы позови чтобы захотели бы такие участки иметь как Эдуард а если он еще там абрикосы вырастет а вы видели эти эти самые террасы это абрикос специально как бы все я быстро он вот и Продолжение следует... 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 и отрезать. Интересно, отрезало или нет. Вот это у них называется генетика. Пила, а потом топор. Как она еще и не знает, что. Там получалось по фотографии вырезается 78% кроны. Как после этого она будет жить с такими ранами, без листьев? Не понимаю. Ведь она же вырезается, она еще больше загустяется. Она 3 отрезала, а загущение будет несколько десятков. А вот это, скорее всего, просто их так научили. Вот это вот вегетативная геморизация в действии. Это наслоение. В данном случае это еще не наслоение метра по железу. Это первая прививка. Прививаю вишню черешню. черешневая ветка погибает. Вишневая ветка становится черешневой. Почеркиваю, черешневой. Так. И дает плоды в два раза крупнее. Я ничего не выдавал. А у меня вторая фотография есть. Я хочу сделать подборку. У меня в разное время, много лет подряд был этот самый Турсон Павлодоскабилов. Зал. Лаборатории Абаканского института. Настоящий ученый. Так вот, он, значит, стоит возле этого дерева. И уже не я, а он наклонился с две спины. Между ними это же дерево, эти же плоды. А второй молодой ученый, который он пытался завлечь моими идеями. Ну, правда, ничего не вышло. Но так бывает. Субтитры создавал DimaTorzok